У здания Зудиловской средней школы спонтанное родительское собрание. Они ждут не только детей после уроков, но и жаждут изменений. Два дня подряд, по словам родителей, школьников кормили продуктами с истекшим сроком годности. Кто-то из малышей принес просрочку домой, а кто-то успел съесть. Видела я, что она с шоколадкой, но я не обратила внимания, даже не посмотрела ни на срок. Мы же всегда думаем, что мы приходим, дети ходят в школу, в садик, естественно, они защищены. Я достаю шоколад, а оказывается, действительно, получается, уже с мая месяца просроченный. Сейчас у нас октябрь, 4 месяца просрочки. Известно, что сейчас учеников начальных классов кормят бесплатно, но это не повод травить детей, уверены родители. У Жанны Некрасовой два сына, один из них учится в начальной школе, как и остальные, получил просроченный шоколад. А вот за питание старшего женщина каждую четверть отдает более 2000 рублей. Посмотрев на срок годности, оказывается, что продукты уже просрочены. И я у старшего посмотрела, у него такая же история. То есть младшие питаются, получается, бесплатно, а старшие мы деньги платим. И тем, что тем, дают одно и то же. После ЧП с шоколадом директор школы заверила родителей, что провела проверку и просрочек больше не будет. Но на следующий день детей напоили просроченным почти на полгода соком. Но вчера опять сок был с просрочкой. Ребенок успел выпить сок? Да, ребенок успел выпить сок. Просрочка началась с мая этого года. То есть это второй день, когда мы кушаем в столовую просрочку. Обошлось без серьезных последствий, помощь медиков не понадобилась. Но мама и папа уже начали бить тревогу, почему в школе не озабочены качеством, сроком, годности и ассортиментом детского обеда. Например, несколько дней назад ученица отравилась, как сама уверена, жареными пельменями. После пельменей ребенка заболела голова, она попросила меня приехать забрать ее. Я приехала, забрала и дома ее вырвала. Утром она проснулась и пожаловалась на боли в животике. Мы не пошли в школу, естественно, я отписалась к преподавателю, чтобы мы не придем. Сегодня она опять, у нее вчера расстройство желудка вечером было. Утром она опять жаловалась на боли в животе. Такими обедами школьники, мягко говоря, недовольны. Нам давали котлеты, и они были, ну, я разрезала их ложкой, и там было все красное, как будто бы они не дожарили. А внешне выглядит нормальная котлета такая, а внутри из нее даже кровь текла. Каждый день беру хлеб, чтобы покушать хорошо, а там постоянно есть плесень. И повторялось это уже не первый раз. За разъяснениями, почему детей кормят просрочкой, мы обратились к директору школы. Сейчас что-то сказать, назначить, извините, кого-то виноватым, я не могу, когда мы разберемся. Я это же самое говорила родителям о том, что да, факт есть. Я этого не отрицаю. То есть она, когда привозят продукты, она принимает эти продукты, расписывается в счетах. Какого-то специального человека мы позволить себе не можем. На момент приезда нашей съемочной группы в школу нагрянула проверка комитета по образованию администрации Первомайского района. На месте поговорить не удалось, зато по телефону ситуацию прояснили. То, что недосмотр директора школы и работников столовой, это понятно. Поэтому здесь я почему-то говорю, что да, директор будет наказан. Потому что контроль должен быть за всем очень строгий, особенно на сегодня за питанием детей. Но дети это все, питание, тут можно получить любой результат отрицательный. Эту историю обещали взять на контроль. Мы, в свою очередь, написали запрос в Министерство образования региона и будем следить за развитием событий. Мария Микшута, Алексей Фризин. День с толком.